В имя Отца и Сына и Святаго Духа Крест в прямом смысле слова – это наказание, которое налагается и налагалось в те древние времена на людей для того, чтобы они страданиями своими искупили преступление. Идея искупления преступления наказанием сохраняется в течение всей человеческой истории. Конечно, на эту фундаментальную истину налагаются различные культурные особенности, связанные с тем, как развивается человечество и какие параллельно возникают философские учения, связанные с преступлением и наказанием. Но сам по себе факт, что за преступлением следует наказание, он никогда никем не отвергался. На этом основывается вся юриспруденция, судебная практика. Ну и, наверное, если этого бы не было, то в хаос бы превратилась наша жизнь, в беспредел, как теперь говорят. Многих от преступления останавливает именно страх перед наказанием. Вот в этом смысле крест, он отображает какую-то такую глубинную антологическую истину, сущность, заложенную самим Богом в жизнь людей. Если бы не было наказания после преступления, то, наверное, действительно, человеческое общество было бы нежизнеспособным. Но сегодня мы прославляем крест Христов. Это тот случай, когда наказание было несправедливым, когда Господь, не совершивший ничего плохого, в том числе и против государственных законов и обычаях своего народа, был умершлен путем тягчайших страданий. Не потому, что он был преступником, совсем не потому, но потому, что его слово не соответствовало сложившимся идеалам, в том числе и ложно понимаемым идеалам религиозной жизни. Потому, что Господь связывал с верой в Бога, с тем, что мы сегодня называем религией, Он связывал внутренние изменения человека. Человек, вступающий на путь Богообщения, молящийся Богу, в первую очередь тем самым обязуется внутренней семья менять, отвечать на Божий призыв, на Божьи законы, на Божьи заповеди. А если вот этого внутреннего делания не совершается, то мы, по слову апостола, медь звенящая и кемвал брецающий. То есть пустота, ничего существенного, в том числе и в нашей религиозной жизни. Поэтому воспоминания о кресте Господа и Спасителя, каждого нас должно тоже ко многому подвигнуть. Ну, во-первых, чтобы мы понимали, что присутствие страданий в человеческой жизни, как бы люди ни пытались от них избавиться, являются, как говорят философы, онтологической, то есть существенной частью человеческой жизни. И, наверное, сами эти страдания могут меняться. Это действительно зависит от, в том числе, от культуры людей, от развития общественных отношений и многого другого. Но само по себе страдание никогда не исчезнет до самого последнего дня человеческой истории. Вот эти страдания могут быть крестом, а могут быть гибелью. Все зависит от того, как мы воспринимаем скорбь, как мы воспринимаем свое собственное страдание. Если у нас появляется отчаяние, а тем более, если мы возбуждаемся ненавистью, готовностью отомстить за что-то, что нам кажется является причиной наших страданий, то и тем самым мы только страдания умножаем и добавляем, вносим свой вклад в это общее безумие, в эту некую дьявольскую логику. Освобождение от страданий может быть только во Святом Духе. Мы знаем, что великие подвижники сами налагали на себя страдания. Ну что значит уйти в пустыню без куска хлеба или с маленьким кусочком, который кончался буквально за день, за два? Что означало без еды и даже без питья там, в песках, находиться? И молиться Богу? Ни одно человеческое наказание не сопряжено с теми трудами, с тем испытанием, которые люди, подвижники, налагали на себя для того, чтобы к Богу через эти скорби приблизиться. И ведь приближались. Мария Египетская и Ордан перешла, как по суху, став не только человеком, но равноангельским существом. И через что? Через то, что она сама на себя наложила. Такие обеты, такое самоограничение, следуя которым, она действительно преодолела тяготение, физическое тяготение человеческой плоти и стала равноангельским существом. Вот крест Господень – это, с одной стороны, есть мерило праведности, что особенно ярко отображает русское изображение креста с нижней перекладиной, справа вознесенной к небу, а слева опущенной донизу, что символически означает оправданного разбойника, который признал Господа спасителем на Голгофе, и осужденного, который хулил его вместе с хулителями. Но одновременно это не только символ того, что было на Голгофе. Это великий символ глубинного истины человеческого бытия. Вся наша жизнь между добром и злом. Каждый избирает, в какую сторону поднимается его жизненная траектория, его перекладина – в сторону к небу или вниз, в дьявольскую бездну. Каждый раз, когда мы взираем на крест Господень, мы, конечно, молимся Господу о Своем. Так уж мы устроены. Взирая на страдальца, молимся часто даже о бытовых вещах, даже не представляя, насколько наша молитва далека от того, что изображено на кресте. Но Господь и эту нашу немощь любовью покрывает и отвечает нам на нашу молитву. Но при этом мы никогда не должны забывать о том, что крест мирило истины, мирило праведности. И если мы желаем быть подлинно христианами, то мы должны пред крестом Божьим искренне исповедовать свои грехи и осознавать, что в нашей жизни обращено к небу, а что обращено к низу, к долу, и что влечет нас к гибели души и тела. Крест Христов – это, если хотите, компас, ориентир духовной жизни. Именно поэтому поклонение кресту началось с глубочайшей древности. Обретение креста связано с деяниями императрицы и сына и я. И, конечно, эти замечательные деяния императорской семьи, которые положили начало всеобщему поклонению кресту Господню, сегодня также в нашей памяти благодарны, и мы им поклоняемся, как тем, кто явил миру крест Господень. Но и каждый из нас, полагая крест в виде жизненного ориентира, своей жизнью, который идет либо по направлению к Богу и к небу, либо в обратном направлении, сам либо прославляет Христа распятого, либо вместе с неблагоразумным разбойником и этой кричащей толпы уголгофы встает на сторону, кто отвергает великую спасительную жертву или ею пренебрегает, даже будучи формально верующим человеком. Еще раз хотелось бы сказать так, что, взирая на крест, мы действительно должны актуализировать свою веру, соединять ее с нашей жизнью, задавать себе нелицеприятные вопросы о том, а где мы в этой системе ценностей. И уповая на волю Божью, на Его милосердие, подкрепляя свою веру и горячей молитвой Господу, совершая добрые дела, мы действительно обретаем способность вместе с благоразумным разбойником избрать Одесную страны, которая является путем к нашему спасению. Аминь! С праздником всех вас поздравляю! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...